Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам о событиях всемирной истории, произошедших в 20-м столетии. Я Павленко Ольга. Тема выпуска – война в Алжире и создание Пятой Республики во Франции. Сразу после войны Францию накрыла волна антиколониальных движений. В Индокитае, в Алжире повсюду вспыхивали движения народов, боровшихся за свой суверенитет. Почти на 20 лет, вплоть до начала 60-х годов, Алжир, самая богатая провинция, колония Франции, стала буквально ее самой кровоточащей раной. В Алжире проживало более 10 миллионов населения. Один миллион составляли французские колонисты. Они себя называли французские алжирцы – граждане Франции, которые пустили корни там, в Алжире. Но 9 миллионов арабов фактически не имели полноценных прав, были лишены политического представительства и не имели возможности развивать свои экономические интересы также. Сразу после войны, под влиянием национальных движений, охвативших весь колониальный мир, в Алжире поднялось движение за независимость, которое объединилось вокруг фронта национального освобождения – ФНО. Фронт национального освобождения не гнушался никакими способами ради достижения политических целей. Особое направление его деятельности – это террористическая борьба. Террористы подкладывали бомбы в танцевальные залы, в кинотеатры для того, чтобы продемонстрировать свою политическую силу. Несмотря на то, что французское правительство Четвертой Республики пошло на определенные уступки и уравняло в правах французских алжирцев и аборигенное население алжирцев, тем не менее это не снизило накала сепаратистской борьбы. Первое самое крупное столкновение, кровавое, произошло в алжирском городе Ситифа уже в мае 1945 года. Тогда алжирские сепаратисты убили и жестоко расправились с более чем ста французами. В ответ регулярная армия открыла военные действия. Более тысячи арабов было убито. Волны терроризма буквально накатывали на алжирские города. И, казалось, уже не было выхода из этого бесконечного круга, бесконечного насилия. Алжирский сепаратизм, алжирский терроризм стал буквально проклятием социальной жизни Франции. В мае 1958 года судьбы алжирских сепаратистов, мятежных французских генералов и политиков, а также самого крупного из них, символа послевоенной Франции, великого Шарля, как его называли, Шарля де Голля, переплелись самым причудливым образом. В мае 1958 года французские генералы в Алжире объявили мятеж. Они обвинили правительство Четвертой Республики в коррупции, в неспособности управлять страной, в разложении политическом и фактически спровоцировали тяжелейший кризис во Франции. В Париже политики стали говорить о том, что страна находится на грани гражданской войны. Опасаясь всей этой ситуации, премьер Кати вынужден был обратиться к Шарлю де Голлю, который тогда был в оппозиции, с предложением взять на себя всю ответственность за эту политическую ситуацию и вывести страну из политического кризиса. Шарль де Голль ждал этого часа. Да, он в свое время создал Четвертую Республику сразу же после войны, но под влиянием политических интриг вынужден был уйти в отставку. Но даже оставаясь в тени политического олимпа, великий Шарль с его аристократической внешностью, величественной походкой, с его репутацией спасителя Франции и лидера французского сопротивления, Шарль де Голль сплачивал вокруг себя и военных, и политиков, и интеллектуалов, и, главное, французских банкиров. Буквально Франция ликовала, когда в мае 1958 года Шарль де Голль, выступая по радио, заявил, что готов разделить судьбу страны со своей судьбой и готов взять на себя всю полноту власти. Но за этими словами Шарль де Голль, мастер публичной риторики, все-таки не упомянул об одной очень важной детали. В переговорах с руководством Четвертой Республики он поставил условия, чтобы ему было предоставлено неограниченные полномочия для разрешения политического кризиса и для создания новой Конституции Франции. Именно эта Конституция и станет впоследствии основой Пятой Республики. Именно эта Конституция станет самой президентской среди европейских конституций. Наиболее тяжелая проблема, доставшаяся в наследство президенту теперь уже Пятой Республики Франции, будет Алжирская. Тысячи молодых новобранцев французских должны были отправляться в Алжир для подавления сепаратистского движения. Сотни людей гибли от террористических актов. Что было делать с Алжиром, оставалось колоссальной проблемой. Шарль де Голь подошел к этому вопросу со всей щепетильностью, понимая, насколько болезненна она как для французов, так и для алжирцев. Он никогда не говорил «французский Алжир». Он говорил и представителям фронта национального освобождения, и французским алжирцам, и французам в Париже. Он говорил всем «я вас понимаю, ситуация сложная». Вот эта позиция обеспечила массовую поддержку и доверие, что очень важно, общественное доверие Шарлю де Голю. Достаточно упомянуть, что на референдуме 75% населения алжирской колонии проголосовало за его президентство. То есть обе конфликтующие стороны ему доверяли. Процесс переговоров был очень сложный. Процесс переговоров неоднократно прерывался. И все же он шел. Шел для того, чтобы в начале 60-х годов найти ту единственную форму компромисса, которая позволила Франции избежать тяжелейшей кровавой войны и уберечь тысячи судеб ее молодых ребят. 1 июля 1962 года был подписан договор. Договор, в соответствии с которым Алжир становился суверенным государством. Франция, Шарль де Голь предоставили Алжиру свободу. Отпустили, что называется, на волю. Но с этого времени началась дальнейшая, очень сложная история Алжира-французских взаимоотношений. Это решение, которое вызвало серьезные дискуссии во французском обществе. Но, тем не менее, это решение спасло тысячи и тысячи судеб людей, помогло предотвратить колоссальную волну терроризма в стране и помогло избежать новых тысяч жертв. По мнению историков, от 30 тысяч до 150 тысяч жертв полегло в этой борьбе за Алжир. Таким образом, мы видим, как алжирская проблема напрямую была связана с именем Великого Шарля и созданием нынешней современной Пятой Республики Франции. Редактор субтитров А.Семкин